всем привет здравствуйте вы на канале турки space я олеся я владимир сегодня мы вам расскажем что нужно знать при аренде квартиры для получения в энджи поехали так квартиры в турции особенно в туристических районах часто сдаются без мебели поэтому на это обращайте внимание иностранцу лучше снимать квартиру уже мебелированную чтобы снять себя заботы поиски и покупки мебели и ее доставки в квартиру также часто квартиры сдаются без цвета газа воды и интернета то есть прямом смысле там не будет ни газа ни воды ни света ни интернета подразумевается что вы идете в три организации и переоформляете на себя свет воду и газ а также отдельно подключаете на себя интернет провайдера бывает также второй вариант когда все коммунальные услуги уже подключены и оформлены на владельца квартиры но тогда скорее всего владелец квартиры попросит вас переоформить данные коммунальные услуги на себя в этом нет ничего сложного и страшного процесс занимает один день у тебя как раз он и занял один день до он занял один день у меня в турции очень много всяких таких бюрократических проволочек но все они проходят очень быстро и очень легко даже незаметно но есть такая деталь что для оформления коммунальных услуг то есть абонементов на них необходимо наличие в инжи поэтому когда вы еще не имею в инжи арендуете квартиру договаривайтесь владельцем о том что при получении пластиковой карты в инжи вы все переоформить и на себя как правило хозяева квартиры которые готовы дать вам квартиру для оформления в инжи идут на такие уступки и как только вы получаете карточку в инжи вы идете в организации которая обслуживает ваш дом и переоформляете договоры на себя внося возвратные депозиты как подключить на себя свет воду и газ а а также интернет мы расскажем вам в одном из следующих видео поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить важную информацию иначе вы останетесь в пустой квартире без коммуналки также встречаются такие квартиры которых все включено поэтому выбирайте жилье такое как вам было бы удобно с интернетом в турции все чуть сложнее чем со светом газом и водой не имея карточки в инжи к сожалению контракт на подключение домашнего интернета вы заключить не сможете поэтому если вы вселились в квартиру в инжи у вас еще нет как правило то первое время ну вот как мы и делали слова и мы пользовались раздачей мобильного интернета кстати расскажи какие операторы позволяют бесплатно раздавать интернет третьим лицам да не все операторы у тюрк целая раздача интернета к сожалению невозможно но тюрк телеком и бодафон предоставляет такую возможность это бесплатно и в рамках вашего пакета вы можете раздавать сколько угодно и кому угодно этот интернет у нас был интернет сразу же при подключении на 30 гигов и нам с вовой ну реально хватало прям за глаза да вполне достаточно то есть извини я тебя перебью ну то есть для работы конечно же вам не хватит вам придется потерпеть до получения карточки в инжи но для бытовых нужд вполне себе особенно если ставить ролики просмотры youtube на низкое качество немножко потерпеть такие неудобства то вполне себе ничего да я как раз про ролики хотел сказать и так как только вы получите карточку внж то вы сможете с легкостью подключить себе домашний интернет домашний интернет тут по контракту который вы заключаете с провайдером к дому может быть подключен 12 провайдера но к сожалению часто оптоволокно у них предыдущего поколения поэтому к сожалению интернет в турции медленный и дорогой увы это реальные такие здесь проблемы с интернетом номер два которого может показаться странный так как в россии таких деталей не существует это контракт заключить контракт вы можете минимум на год или два некоторые провайдеры на такие условия только идут и если вы вдруг решили переехать с одной квартиры на другую в рамках одной провинции то интернет вы перевозите с собой потому что интернет закрыт закрепляется к вашей карточки внж они в квартире и поэтому вы возите ее с собой как багаж свой если вдруг вы решили переехать в другую провинцию например в рамках турции то точно также вы перевозите свой домашний интернет в любой другой регион турции но если вдруг вы решили переехать третью страну то к сожалению вам придется заплатить за весь период по контракту который вы даже еще не истратили ну вот такие вот правила поэтому имейте это виду на про интернет еще от себя добавлю то что тарифы которые вы видите в рекламе или зайдя в какой-нибудь салон это все тарифы при подключении 2 годичного контракта если вы заключаете на меньший срок на год или некоторые провайдеры кстати предоставляют полгода то сумма платежа ежемесячная она будет включать себя не только пользование интернета но также аренда оборудования которые провайдеры предоставляют при подключении интернета и плюс еще обслуживание этого оборудования то есть она будет процентов на 30 выше того что вы увидите в рекламе или в обычных тарифах то есть разорвать контракт на подключенного интернета домашнего невозможно когда вы снимаете квартиру для получения внж то есть на основании аренды квартиры обратите внимание на следующие очень важные моменты и так самое главное чтобы в квартире не было никого прописано особенно владельца этой самой квартиры то есть я здесь отмечу таким вот красным шрифтом особенно хозяин это очень важно если в квартире прописан хозяин то вырастает риск что вам внж откажут если вы решили снимать комнату у владельца квартиры то есть проживать соседние комнаты с владельцем квартиры то это не считается арендой это называется поручительство владелец квартиры должен на вас с помощью нотариуса оформить поручительство на таком основании тоже возможно получение внж также очень важно чтобы квартира имела квартирный статус то есть чтобы она была не офисом не депо или другим нежилым зданием если квартира не квартира то повышается также повышается риска в отказе вам внж чтобы узнать прописан ли в квартире хозяин или кто-то другой вам необходимо попросить у владельца квартиры тапу это документ о праве собственности в общем этот самый документ вам понадобится в любом случае для подачи документов на внж кстати внж в турции на основе аренды квартиры называется и комет у местных также в разговорной речи можно встретить как слово туристик то есть это внж краткосрочная на основании как правило туризма вы указываете это в графе причины подачи на внж так вот вернемся как узнать прописан ли кто-то в той квартире которую вы арендуете вы значит берете у владельца квартиры его топу то есть не сам оригинал документа как вы понимаете а ксерокопию этого документа либо просите чтобы вам скинули фотографию этого документа ну например вот сам то есть скидывайте фотографию с ватсапа на флешку идете в любой копий центр и вам распечатывают документ хотите в черно-белом варианте хотите цветном это подходит для миграционной службы и вы получив данные документы идете в местные районы муниципалитет здесь он называется латинскими буквами бельде вбиваете в google это название и там узнаете кто прописан квартире который вы снимаете они предоставляют эту информацию без проблем также если вам не хочется идти ножками в оффлайн муниципалитет вашего района то можно онлайн это узнать вот здесь на сайте разместим ссылку под видео где вы по графам заполняете адрес арендуемой квартиры вводите туда номер удостоверение личности вашего владельца здесь он называется кимлик который вам следует попросить опять же владельца квартиры не оригинал а копию либо фотографию оригинала и вам сайт выдает о всех прописанных квартире и статус дома в котором вы проживаете кстати говоря я щас немножко вернусь к началу рассказа забыла упомянуть что помимо того что бывает такое что квартиру снимаете либо с мебелью без мебели либо с коммуналку либо без коммуналки бывают такие квартиры которые еще не приняты муниципалитетом в эксплуатацию то есть такие квартиры они не выглядят как недострой какой-то а или вообще как-то не так не выглядят обычный дом но разница в том что вода и свет они не подведены к квартирам отдельно а счета приходят сразу на весь дом и и тогда уже домоуправляющий тот самый владелец квартиры квартир как правило это один владелец нескольких квартир он распределяет уже платежи между своими арендаторами в этом случае вам придется положиться на порядочность владельца квартиры то есть этого самого домоуправляющего ну и платить ту сумму которую он скажет порядочность у его в начале подписания контракта к сожалению никак не сможете проверить ну и как в любом в любой другой стране порядочность на лбу не написано поэтому выбирайте ту квартиру с которой вам который вам было бы удобнее взаимодействовать с домоуправляющим как узнать при аренде квартиры принят же принят ли дом в эксплуатацию муниципалитетом района для этого вы можете попросить у владельца квартиры технический паспорт здесь он называется искам правило владельцы квартиры ну не не предоставляет никакой сложности показать вам этот документ и тогда вы будете понимать в каком виде находится дом если вы сняли такую квартиру то оформить переоформить на себя коммунальные услуги свет и вода вы никак не сможете только газ на себя оформляете но есть и плюсы в таком виде жилья при заселении там всегда есть свет и вода так что здесь только ваши общие представления и пожелания в какой квартире вы хотели бы жить так а теперь я хочу вам рассказать немного о правах и обязанностях арендатора и арендодателя опираясь на турецкое законодательство как только вы заключили контракт аренды квартиры подтвердили его нотариуса здесь он называется кира контракт то есть аренда жилья подтвержденная нотариуса вы не сможете съехать с квартиры до конца контракта аренды без особой договоренности с хозяина в этом случае вам не вернут депозита могут даже попросить оплатить не прожитые месяцы имеют право на это могут быть такие варианты когда вам даже при окончании контракта при съезде с квартиры если вдруг вы решили не продлевать контракт и переехать на другую квартиру все равно не вернут депозит сославшись на какую-нибудь причину в общем такой вариант возможен не только в турции но и в любой другой стране опять же это зависит от порядочности владельца которую вы никак не сможете проверить начале сделки поэтому здесь только надежда на больше удачу наверное я бы не стала бы на вашем месте сильно рассчитывать на возврат депозита пускай это будет для вас приятным бонусом при съезде если все-таки вам вернуть следующая хозяина не сможет с вами прекратить контракт потому что ему так захотелось вы имеете право жить в квартире до конца контракта если за два месяца до окончания контракта владелец квартиры вам не направил специальное уведомление заверенное нотариусом адвокатом о выселении а вы его не подписали то договор автоматически продлевается на 10 лет в этом случае повышение арендной платы возможно только на ту сумму который составляет официальная инфляция в стране если хозяину вдруг захотелось продать квартиру и она продалась то квартиру продают прям вместе с арендующими и вы имеете право проживать в этой квартире до конца действия вашего контракта мы бы советовали оплачивать квартиру если вы заключили договор на помесячную оплату по банковской карте с пометкой кира аренда на латинице если вы платите на вам все таки то берите расписку за каждый месяц но лучше платить на карту в избежание неприятных моментов не соглашайтесь на два договора то есть это один официальный один черный здесь такое практикуют это например то есть по официальному контракту вы снимаете квартиру за одну тысячу лир а по неофициальному от например за за две тысячи лир и таким образом аренда составляет три тысячи лир это небезопасно владельцы квартиры на такую идут чтобы уходить от налогов также имейте ввиду что сейчас при длительной аренде квартиры многие владельцы просят внести сразу же сумму за все 6 месяцев если вы заключаете на 6 месяцев некоторые бывают наглеют и просят прям за год внести но вы не пугайтесь в текущее время это нормально из-за большого наплыва иностранцев страну после событий 24 февраля владельцы пытаются таким образом себя обезопасить потери денег если вдруг иностранец станет неплатежеспособным так как выселить по закону турции он вас не сможет даже если вы не будете платить за аренду жилья даже если он обратиться в полицию в этом случае так устроено турецкое законодательство что здесь защищается больше интересы и права арендующего чем арендодателя и турки об знают и поэтому очень переживают при аренде жилья и пытаются страховать себя со всех сторон но мы бы все таки не советовали наглеть и использовать турецкое законодательство в целях собственного обогащения так как помните что вы здесь все-таки гости в первую очередь и от вашей репутации и благотнадежности зависит насколько долго и как долго вам будут продлевать ваши внж миграционные службы можем заметить что постепенно ажиотаж с арендой квартир сейчас спадает и если мониторить сайты по аренды квартир то видно что ценник тоже значительно сейчас падает так как много иностранцев либо уже устроились здесь турции либо поехали в третьи страны и владельцы квартир становятся сговорчивые и появляется возможность договариваться с ними о помесячной оплате в принципе турки ну такой вот народ у них менталитете они достаточно сговорчивые поэтому с ними договаривайтесь торгуйтесь это возможно также я поговорю сейчас еще один повторно очень важный момент проверяйте у хозяина топу на квартиру то есть документ свидетельство о владении этой квартирой чтобы не вышло так что вы квартиру снимаете якобы у владельца он оказывается совсем не владелец а какой-то там родственник хозяина квартиры а тот даже ни сном ни духом и этот родственник даже не имеет этого самого топу на эту квартиру которая сдает или это вообще какой-нибудь посредник который решил заняться субарендой без топу вам просто не дадут бэджи турции также требуйте это очень важно без этого документа также вам не дадут в н.ж. кимлик то есть удостоверение личности у владельца квартиры либо ксерокс либо фотографию на ватсап также когда вы арендуете квартиру с целью получить в н.ж. на основе аренды договор заключается у нотариуса в присутствии хозяина квартиры этой или его представителя то есть доверенного лица проговаривайте это очень важно проговаривать это несколько раз так как это правило новое введено в турции для иностранцев с февраля 22 года и некоторые риэлторы и многие владельцы квартиры еще не знают о нем ранее это не требовалось сделать но сейчас это важный момент и без этой детали по просто опять же не дадут в н.ж. ну на этом все мы проговорили вам самые важные моменты которые нужно учесть и быть к ним очень внимательными при подготовке пакета документов для подачи в н.ж. в миграционную службу поэтому обращайте на это внимание относитесь с особой ответственностью к сбору пакета документов так как даже незначительная деталь которую вы упустите из своего внимания может оказаться фатальной и послужить поводом отказа вам предоставление в н.ж. в турции всем пока 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 подписывайтесь на наш канал мы читаем комментарии отвечаем на них тоже всем удачи пока пока